По версии следствия, сюда возле железнодорожной насыпи между улицами Ботанической и Хадид-Акташа мужчина привез бывшую жену. Известно, что номера на машине были Кировской области. По версии следствия, злоумышленник похитил женщину из силы и усадил в автомобиль. На этом безлюдном месте в предрассветные часы он пытался изнасиловать экс-супругу, а затем планировал убить. Несмотря на раннее утро, все происходило в районе 7 утра. По железной дороге проходил мужчина. Он накрикнул злоумышленника. Позже еще двое парней прошли рядом. Испугавшись свидетелей, нападавший потерял бдительность на какое-то время, и его жертве удалось убежать. Позже сам он поспешно скрылся с места преступления. Несмотря на попытку бегства, следователи вскоре вышли на след злоумышленника. Он был задержан и сейчас находится в СИЗО. Для того, чтобы передать в суд и отправить обвиняемого в колонию, в Следственном комитете просят всех. Кто стал свидетелем происшествия 12 апреля, откликнуться по телефону, указанному на экране. Такие случаи, казалось бы, уже стали рядовыми, но при этом сексолог Любовь Мумландзе рассказывает, подобные происшествия происходят реже. Бытового насилия не стало меньше, а просто жертвами становятся не женщины, а мужчины. Женщины, они достаточно становятся агрессивными почему-то в нашей стране. Почему? Ну, раньше такого ведь не было. Раньше, если было, носили со стороны женщин, но не настолько изощренные, как сейчас. Эксперт отмечает, что времена меняются, и в скором времени, увы, настоящих мужчин станет меньше. Поэтому и женщины, чувствуя слабину со стороны сильного пола, доминируют. Насилие со стороны женщин носит изощренный характер. Это мужчина там может в сердцах руку поднять, да? А женщины, они же редко дерутся. Женщины, они используют шантаж. Шантаж чем угодно. То есть шантаж сексом, отношением, даже, скажем, молчанием. Да, вот игра в молчанку, женщина молчит. Это тоже такое вот насилие, вид насилия. Женское насилие – страшная вещь, говорит любовь ему младзе. Мужчины боятся говорить об этом и молчат. Им стыдно признаться. Тем временем статистика показывает страшные цифры. 70% мужчин в семьях становятся жертвами домашнего насилия. Елена Кривопатрия, Роман Фенин, Телеканал Эфир.